Агрегаторов такси могут обязать передавать свои данные ФСБ, но даже не это самое важное. Мы с вами на YouTube-канале «Столица мира». Несколько секунд, короткая реклама и продолжим. Автосервис такси 495 приглашает на техническое обслуживание автомобилей эконом и комфорт-класса. Сертифицированный автосервис – собственный склад запчастей для ремонта вашего автомобиля. Имеется профессиональное оборудование – стенд-развал-схождение «Хантер-3Д». Кузовная станция, стапель, покрасочная камера. Замена масла – 900 рублей. Замена тормозных колодок – 900 рублей. Замена масла ВКПП – от 1500 рублей. Покрас одной детали – от 6000 рублей. Скидки для корпоративных и постоянных клиентов. Дословно, друзья, РБК со ссылкой к РИА новости. Минтранс разработал законопроект, обязывающий агрегаторов такси передавать данные ФСБ. Министерство транспорта России подготовило законопроект, предусматривающий передачу агрегаторам такси данных ФСБ. Сообщает РБК со ссылкой на документ, подлинность которого подтвердили участники рынка. По данным издания, в случае принятия законопроекта, агрегаторы или таксопарки, имеющие собственное приложение заказа такси, будут обязаны предоставить автоматизированный удаленный доступ к своим информационным системам и данным ФСБ. На мой взгляд, инициатива хорошая. Давно пора, давно нужно, чтобы у нас, соответственно, ведомства, которые следят за безопасностью в стране, знали, кто передвигается на такси, в том числе, сюда бы, конечно, ну, у них будет конечный и начальный адрес пассажиров, сюда бы еще, если как-то привязать личные данные пассажиров, было бы отлично. Но если это безнал, то есть карты, я думаю, при необходимости отследить можно любого. Инициатива классная и вот нужная, на мой взгляд. Давайте продолжим. Речь идет о данных, используемых для получения, хранения, обработки и передачи заказов легкового такси. Однако, какой именно информации нужно будет предоставить доступ, ФСБ не уточняется. Кроме того, агрегаторы такси планируют обязать передавать сведения о перевозках, в том числе, о местоположении такси и водителей в региональную инвекционную фонопроизационную систему. Законопроект, как сообщается, одобрили Минюст, Ространснадзор, Минтруд, Минфин, Минэкономразвитие, Минпромторг, ФНС и Минздрав. Законопроект также должен установить минимальный тариф на перевозку пассажиров и багажа. Минимальный тариф, да? И ограничить, вот здесь я хочу подчеркнуть прям особое ваше внимание, ограничить число легковых такси для каждого региона. То, о чем мы мечтали с вами много лет, похоже, сбывается. Но это только в том случае, если законопроект вступит в силу. Поскольку сегодня количество такси больше, чем нужно в том или ином регионе, ну, допустим, Москву рассмотрим, тарифы соответствующие, минимальные тарифы, ну, агрегаторов, они, прямо скажем, смешные. И вот все, что происходит в такси сегодня без должного регулирования, оно ведет, конечно, даже не к рыночной экономике, а к монополизации одного конкретно взятого агрегатора. И цены, за которые сегодня осуществляется перевозка, они почему-то для пассажиров дорогие, а для водителей дешевые. Причем разница в тарифах есть, и уже неоднократно это подтверждалось как пассажирами, так и самими водителями. В сфере нужно давно навести порядок. Далее. Законопроект должен установить минимальный тариф на перевозку пассажиров и багажа, ограничить число легковых такси для каждого региона и обязать устанавливать устройство контроля за вниманием водителя. Это для того, чтобы ДТП стало меньше. Вести ответственность агрегаторов, это очень важно, в случае причинения вреда здоровью или имуществу пассажира. И если у водителя не было разрешения, и, соответственно, за все должен расплачиваться агрегатор. Классный законопроект, классная инициатива, но по сомнению единственное у меня примут ли его. Почему? Вернемся к истории. В декабре 2019 года как раз группа сенаторов во главе с Андреем Турчаком внесла вот этот законопроект, который призван повысить безопасность, ну и улучшить условия для работы всех участников рынка в таксомоторной отрасли. Декабрь 2019 года. Проект там предполагал сдать самозанятым право осуществлять таксомоторные перевозки. Сегодня кто-то пишет, да, в чатах о том, что самозанятые не имеют права, да, там, работать в такси. Яндекс призывает, дает там приоритет самозанятым. И разобраться могут, не могут, никто не может. В любом случае все работают. Кто-то через подключашек, кто-то самозанятый, кто-то ИП. На рынке бардак. Вот этот законопроект статус самозанятого законодательно закрепил бы. Тоже прям вот полностью поддерживаю. Спасибо тем вот, кто инициировал этот законопроект. Также в нем закреплена финансовая ответственность агрегаторов за передачу поезда к людям, не имеющих разрешения на осуществление деятельности такси. Законопроект вводит требования на наличие у таксистов водительского удостоверения российского образца. В феврале 2020 года Комитет Госдумы по транспорту и строительству принял решение вернуть законопроект авторам. Помните, да, это обсуждалось во всех чатах тогда. Ну, прошло там почти два года. Ну, и законопроект и ныне там, сколько лет прошло, принять его никак не могут. Как намечал руководитель фракции «Единой России» в Госдуме Сергей Неверов, проект был возвращен авторам по формальным признакам, но никак не из содержания, сути документа, которые, по своему словам, были тщательно выверены. В общем, бла-бла-бла. Законопроект вернули, и вот сейчас снова возвращаются к его рассмотрению. Друзья, на мой взгляд, законопроект вот в сегодняшнем варианте вещь нужная, важная, и если его примут, то, конечно, весь таксомоторный рынок заиграет новыми красками, и ситуация в такси однозначно улучшится. Либо, если его не примут, то при сегодняшних реалиях, при сегодняшних условиях, когда агрегатор передает заказы кому-нибудь по поди, при сегодняшних условиях, когда работать на автомобиле без разрешения выгоднее, чем на автомобиле с разрешением, когда выгоднее работать в серую, чем в белую. Вот при сегодняшних реалиях и при сегодняшних условиях, конечно, пока этот законопроект не вступил в силу, на рынке творится хаос и бардак. Шутка ли? Вчера дикие метели были, да, просто лютые у нас в... Ну, в конце весны наступила зима, метели, пробки 8 баллов, хаос на дорогах, а цены, ну, раза в два, на мой взгляд, вот по моим личным подсчетам поработал, стали ниже того дна, которое было несколько дней до этого. Поэтому вчера выполнил 8 заказов, плюнул, нервы просто сдали. Работать по таким тарифам нельзя. Мое личное мнение, законопроект нужен, но, скорее всего, его куда-то отправят в долгий ящик, отсрочат, никто в сегодняшних условиях его принимать, к сожалению, не будет. И этот хаос на рынке продолжится. Поживем-увидим, друзья, вот такие вот свежие новости, свежие новости из такси. Делитесь своими новостями, давайте обсудим в комментариях. Предложение, пожелание, более оперативной информации в телеграм-канале, ссылка в закрепленном сообщении, прямо вот наверху, переходите, присоединяйтесь, подключайтесь, будете первыми знать новости, ну, из нашей рабочей отрасли. Всем хорошего дня, удачи!